Продолжение следует... Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чалли и это продолжение первой части урока по PhoenixFD. Запускаем симуляцию второго пресета и это горящее топливо. Продолжение следует... Итак, симуляция данного пресета стандартными настройками прошла за 13 минут 17 секунд. И получился такой результат, который мы скорее всего уже посмотрим в PD Player. Так как, несмотря на количество видеокарт, GPU Preview немного тормозит. А ведь это простой эффект. Если будет что-то осложнение, падение FPS не избежать. Поэтому давайте научимся пользоваться PD Player. Для этого настроим камеру и сделаем превью изображения для него. Идем в настройки PhoenixFD Fire. Листаем ниже до вкладки Preview. Открываем ее и здесь Вы найдете классную возможность сохранять фреймы в секвенцию изображений. Указываем то количество фреймов, которые хотим экспортировать в Preview и нажимаем Save. Таким образом, у Вас сформируется секвенция изображений в той папке, где Вы сохраняете основной кэш симуляции. По умолчанию, все сохраняется в папку документ. Но Вы можете в любое время ее поменять до симуляции. Тогда кэш будет сохраняться по выбранному пути. Достаточно нажать на три точки вкладки Output и указать нужный путь. Кстати, если Вы заметили, симуляция дыма немного обрезается. Как этого избежать, я расскажу попозже. Итак, GPU Preview готово. Идем в ту папку, которую оказываем для сохранения кэш и в ней Вы обнаружите два типа файлов. AUR файлы симуляции и PNG файлы экспортированного Preview. Давайте откроем их в PDF Player. В самой программе нажимаем File, Add Layer и указываем первый фрейм секвенции. Таким образом, Вы сможете посмотреть симуляцию. В любой момент ее остановить или выбрать любой из фреймов. Так вот, если Вы заметили, дым местами обрезается. То есть, работает ограничение на размер сетки и адаптивность в данном случае не включена. Для того, чтобы это исправить, нужно зайти в вкладку Grid в настройках Phonix FD Fire и изменить настройки Adaptive Grid. Если в настройках выбрать Smoke, такого обрезания не будет происходить. Здесь несколько настроек, которые решают эту задачу и о них мы поговорим позже. После того, как я продемонстрирую все пресеты и начну их подробный обзор. Итак, переходим к следующему пресету. Итак, следующий пресет Взрыв. Как обычно, выбираем объект, для которого хотим провести симуляцию. Нажимаем иконку пресета и затем Play. Кстати, у Взрыва уже настроена адаптивность на дым. Таким образом, он не будет обрезаться. Итак, симуляция взрыва прошла за 19 минут 58 секунд. Запускаем симуляцию в PD-Player. Как можете заметить, в данном случае дым не обрезается и все окей. Идем дальше. Далее идет Взрыв бензина. Назначаем пресет и немного увеличим размер сетки, чтобы симуляция шла быстрее. Я думаю, для такого ракурса этого значения будет достаточно. Кстати, во время симуляции Вы можете создавать любое количество источников света и получать интересные эффекты. Итого, симуляция бензина с моими настройками прошла за 4 минуты 31 секунду. Давайте откроем PD-Player и посмотрим, что получилось. Как видите, такого качества для данного ракурса достаточно. Но если же Вы захотите приблизить камеру, Вам нужно увеличивать значение Total Cells. Тем самым, уменьшая значение Cell Size. Идем дальше. А далее идет пресет плотного дыма. Для данной симуляции, я добавлю несколько объектов, чтобы она выглядела интереснее. Например, таких 2 цилиндра будет достаточно. Запускаем симуляцию. Итак, симуляция плотного дыма с стандартными настройками пресета прошла за 11 минут 6 секунд. Как можете заметить, Phoenix прекрасно понимает те объекты, которые мы добавляем в сцену без лишних настроек. Давайте я запущу PD-Player и посмотрим, что получилось. Как видите, получился достаточно интересный эффект дыма, который вполне реалистично огибает поверхность цилиндров. Идем дальше. А далее идет пресет испускаемого дыма из объекта с минусовой температурой в градусах Цельсия. Такой дым плавно плывет вниз и создает эффект сухого льда. Для того, чтобы сделать правильную симуляцию данного пресета, создаем цилиндр. Конвертируем его в Edital Bell Poly и назначаем ID.2 на нижний полигон. Затем выбираем данный цилиндр и применяем пресет. Чтобы выбрать данный пресет, вам нужно навести курсор мыши на густой пар и удерживая выбрать тот, что нет. Ниже. Кстати, хотел сообщить радостную новость тем, кто следит за развитием нашей рендер-фермы. Мы недавно обновили серваки с GPU и теперь тот сервак, на котором я делал симуляции, имеет не 4 процессора на каждой ноде, а 12. Что естественно ускорит просчет симуляции. Сейчас это Xeon CPU E5-2667. И теперь, начиная с этого пресета, я буду делать симуляции на нем или на нодах с 16 процессорами. После того, как вы назначили пресет, выбираем объект PHX-Source-001 и указываем ID.2 в полигона ID. Чтобы источником испускаемого пара был только нижний полигон, а не весь цилиндр. Теперь можно спокойно запускать симуляцию. Итак, симуляция этого пресета для 100 фреймов прошла за 5 минут 50 секунд. И теперь давайте посмотрим, что получается в PD-плеере. Далее идут примитивные эффекты типа сигаретного дыма и горения свечи. Я их не буду показывать, но Вы можете посмотреть пример симуляции этих пресетов на сайте документации по PhonicsFD. Ссылку на которую я оставил материал Fatuts. Нажав на нее, Вы перейдете на страницу Quick Simulation Setup. И здесь Вы сможете посмотреть все пресеты, в том числе и сигаретный дым с горением свечи. Но я запускаю симуляции этих пресетов лишь для того, чтобы продемонстрировать скорость просчета на нашем сервере. Так как это мне самому интересно. Просто лично у меня нет интереса в симуляции сигаретного дыма и горения свечи. А вот следующие пресеты я конечно покажу. И чтобы было интереснее, создам немного другие сцены, отличающиеся от тех, что показано в Help. Начиная с симуляции жидкостей. Но прежде чем приступать к такой симуляции, я запущу пресет с облаками. Так как мне тоже интересно, насколько быстро он будет симулироваться на данном сервере. Для симуляции облаков создаем обычный бокс. Кликаем на него и выбираем пресет. После чего запускаем симуляцию. Итак, симуляция пресета с облаками прошла за 14 минут 14 секунд. Теперь открываем PD Player и видим такой эффект. Как видите, пресет облаков работает достаточно просто. Он заполняет пространство выбранного объекта такими облаками, которые анимируются, чтобы постепенно перемещаться. Эти облака перемещаются под воздействием ветра. И их создание происходит с помощью объекта Plane Force. В котором можно поменять настройки силы, смещения, максимального расстояния и так далее. А сам эффект турбулентности создается с помощью объекта PHX Turbulence. В одном из уроков я подробнее расскажу об этих настройках. А сейчас идем дальше. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok